как после отливки после всего собираются замочки делаются концевики крестики как это все именно не просто золочение как вот сапоги да вот был литник от его тоже надо срезать припаивать получается и сусика тоже тут надо срезать клетничок и устанавливать сюда есть такие крестики которые уже в одном целом отлиты вот такой крестик отлитой сапоги уже отожженный отбеленный надо срезать клетничок через который выливался и будем обрабатывать получается закрепили и обрабатываем на пилинге один покрупнее потом поменьше и бормашинкой будем срезать зашлифовывать все края торцы снимать одной рукой и записывать видео и делать я не могу поэтому буду так все делать частями вот чистим напильником сначала побольше потом потоньше просто счухал так вот отсюда вот тут был литничок теперь надо бормашинкой обработать вот эти вот все края торцы потому что вот видно неравномерно как из двух частей типа слилась и наждачкой обработать всю поверхность здесь все плоскостя в общем точно также убираем литники и просто сейчас кусил литнички убираем и обрабатываем получается иисуса и обрабатываем вот этот литник вот получается напильником снял свете обработал чтобы плоскости было в одной плоскости было вот и в принципе надо примирять вот тут с этим пытик запомнился ковнике вот так вот вот так вот и обрабатываем резинкой щетками полируем наждачкой тонкой типа вот такие вот получается миллиметровый сверлышком получается миллиметровый сверлышком 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 чтобы она разболтала чтобы проволочка миллиметровая на вас спокойно входить и делать с него ушко эта рыцарка Вот получается после наждачи, после всего, обработал грубую. Он еще в темных пастах, но как бы сказать, глянец поверхностный этот выбили. Сейчас будем рисовать сначала на желтом муслиновом кругу и потом финишно на мягком этом пастой диалюкс. Вот получается обработал на этом, обработал на этом, появился глянец, блеск. Вот и этот тоже самое. Теперь получается все, появился глянец. Дальше еще надо обработать все эти внутренности тоже щеточкой. Сейчас будем смотреть. Все эти внутренности получается. Я буду отрабатывать вот такой вот щеточкой. С пастой опять же сдерживаться. Сюда, сюда. Снять не могу пока кронштейна нету, на что телефон вешать. Так, ну все получится. Обработал еще немножко таким диском. Вот этот сейчас помоем, он уже глянце все. Этот уже готов, можно сказать. Здесь этот тоже сам крестик готов. Вот так осталось. Сюда припаять Иисусика. Так. Вот Иисусик у нас тут. Вот. И вместе Иисуса потом сполирнем, еще все сделаем. Вот промыл, в принципе, что получается. Ну его еще, конечно, сейчас надо будет довести. Но общий вид уже понятен. Внутренность матовая, эта глянцевая. Делаем ушко, паяем и полностью потом еще раз шлифуем все это дело. Ну вот, получается, колечки выставил. Сделал. Вот паечка будет. Вот паечка будет. Ну и потом Иисуса появим. Сюда. Сам припой предварительно нанес на Иисуса, на заднюю часть. И теперь выставил крестик так, чтобы прогревать горелкой снизу. Сам крестик, толстый металл. И при расправовывании, так сказать, припой сам прижмет с одной крестики. Ну и, естественно, окунув, это все дело во плюс. После кидаем в отбел и все остальное повторяем заново. Полировка, шуковка. Ну вот, готовый вид. Получился. Получился. Готовый пыль. А тут был плотный match. И зернав Oxense в окуп, А тут ещё 7 тысяч евро файл . Экали мы сейчас наши 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 нашиные friends, см대 имя. Если раньше было несколько раз ужелым такوسить спортом, Когда все очистено от грязи, от полировочных паст, все чистенькое, красивое, окунаем в золочение и золотение. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...